В сентябре этого года исполняется 150 лет со дня рождения Владимира Клавдевича Арсеньева, писателя, географа и этнографа, сделавшего неоценимый вклад в изучение Дальнего Востока. Знаменательную дату, согласно указу президента Российской Федерации, Владимира Путина в текущем году отмечают во всех регионах страны. Мне кажется, что та работа, которая сегодня ведется по всем направлениям, и в музеях, и непосредственно в изданиях творчества, в изучении тех архивных материалов, которые ранее были неизвестны широкому кругу читателей. Это восстановление памятников, восстановление тех парков и скверов, которые связаны с его пребыванием, тех мест, которые так или иначе он посещал, дает возможность вот этот след нести через поколение к поколению. И мне кажется, что необходимо было бы издать не только учебники, но и включить это в программу изучения литературы, некоторые его рассказы. Это было бы очень интересно детям, это было бы познавательно, и это бы связывало их на протяжении всей жизни с именем этого известного и великого писателя и путешественника. Почта России совместно с Приморской картинной галереей выпустили 300 открыток 150-летию со дня рождения Владимира Арсеньева. На них изображена картина приморского художника Евгения Фомина. Торжественная церемония гашения открыток прошла на выставке «Тайга Арсеньев-Узола». Первыми поставили отиск почтового штемпеля губернатор Приморского края Олег Кожемяка, директор макрорегиона Дальний Восток Почты России Максим Костин, директор Приморской государственной картинной галереи Алена Доценко, глава города Константин Шестаков, председатель Думы города Андрей Брик и член Союза художников России Алексей Фомин. Стратегия, давайте посмотрим, какие из мероприятий придутся действительно по сердцу жителям города Владивостока и Приморского края. На этой основе уже будем понимать, что нужно делать на территории всей России для того, чтобы знали, любили и рассказывали об этом замечательном путешественнике. Поэтому за этот год программу «Минимум» по попытке рассказать о Владимире Вкладовиче мы сделаем. Выставка «Тайга Арсеньев-Узола», в которую вошли более ста работ и собраний пяти музеев, открылась 24 июня и продолжит свою работу до 20 августа. Эксклюзивная часть экспозиции – порядка 30 произведений, созданных приморскими авторами специально к проекту в разнообразных жанрах и видах изобразительного искусства. Творения приморских художников ярко и глубоко, зачастую с непривычного ракурса, освещают тему. Вот это замечательное наследие нашего Приморья, я считаю, эта коллекция, она прям цельной коллекцией теперь живет и будет жить во Владивостоке, в Приморье. И у нас какая задача, и какая мечта, чтобы вот эта коллекция стала частью нашего собрания, и чтобы эта коллекция проехала по всему Приморскому краю, по разным городам, селам, и чтобы наши зрители, наши люди, жители Приморского края, увидели бы, какие замечательные художники Тарас, и почувствовали бы по-новому и приняли вот это вот величие этого замечательного, и даже замечательного, даже это очень слабо сказано, великого человека. Владимир Клавдевич Арсенев добился всего, вопреки обстоятельствам, иногда очень сложным. И то, что его книги живут среди нас, что его продолжают изучать, издавать, о нем пишут, только подчеркивает значимость этой личности. Иначе и быть не может в крае, изучению которого он отдал половину жизни, где его именем названы река, город, дома культуры, библиотеки, главный аэропорт и музей Приморья. Здесь как раз эксклюзивные там издания, еще достаточно старые, и то, как авторы-художники смотрят на эту тему, а тема эта нам всем очень близка, тем, кто живет, кто родился в Приморье, отношусь как раз к этому числу людей. И я полагаю, что это очень и очень и полезно, и интересно, самое главное. Вроде мы все об Арсеневе знаем с детства, читаем его произведения, изучаем саму личность Арсенева. Но здесь произошло такое погружение еще более глубже. То есть, когда начинаешь работать над вот этой темой, над его личностью, то есть невольно начинаешь сравнивать с собой, где-то какие-то искать точки соприкосновения, смотреть, что именно для тебя лично Арсенев, потому что у каждого он свой, по большому счету. И ты вот находишь именно то, что тебе близко. В Приморье к за 50-летию Владимира Арсенева приурочен целый комплекс мероприятий среди которых издание полного собрания сочинений путешественника, уроки краеведения для школьников, тематические фестивали, кинопоказы, творческие встречи и многое другое. Анна Дьякова, Олег Завялов, Новости на Восьмом.